Как дали старт знаменитому Октоберфесту в Мюнхене? Какую новую должность получила певица Риана? И где собраны самые красивые орхидеи мира? Об этом и только далее в нашем обзоре. Самый большой пивной праздник в Мюнхене начался 185-й Октоберфест. Официальный старт гулянием дал мэр баварской столицы Дитер Райтер. Он сам двумя ударами кружки откупорил первую бочку с хмельным напитком. В этом году литр пива на Октоберфесте будет стоить дороже, чем в прошлом. В среднем 11,5 евро. Подняли цену из-за высоких расходов на безопасность. Тем не менее, на праздники ожидают около 6 миллионов посетителей из разных стран. Продлится фестиваль до 7 октября. Чрезвычайный и полномочный посол Рианна. Певицу назначили официальным представителем Барбадоса. Ее задача развивать образование, туризм и привлекать инвестиции в страну. Сама Рианна заявила, что с гордостью принимает новую должность. Уже 10 лет она является почетным послом культуры Барбадоса. В Нью-Йорке возобновил работу плейбой-клуб. Последнее такое заведение закрыли 30 лет назад. Посетителей было слишком мало. Нынешний клуб располагается все так же на Манхэттене. А гостей встречают девушки в традиционных костюмах кроликов. Членство в нем обойдется минимум в 5000 долларов. Спутник в помощь фермерам. Аргентина готовится запустить в космос сателлист за 600 миллионов долларов. Его будут использовать для так называемого точного земледелия. Спутник будет собирать данные о грунтах, влажности, ландшафте. С учетом этой информации можно будет планировать посевы, рассчитывать удобрения и ожидаемый урожай. Так правительство страны хочет увеличить прибыль от сельского хозяйства в несколько раз. Легендарный корабль капитана Кука найден. Команда австралийских и американских археологов заявила, что у побережья США обнаружила обломки судна «Индевор». На нем Джеймс Кук в 18 веке совершил свое первое кругосветное путешествие. По одной из версий, после плавания корабль перепродали. В 1778 он затонул во время военных действий. Реплика «Индевора» сейчас находится в Сиднее. Настоящий корабль ищут уже не одно столетие. 3000 видов орхидеи собрали на выставке в столице Колумбии, в Агате. Мероприятие ежегодное, проходит в местном ботаническом саду. Представлены цветы из разных уголков планеты. Орхидея – национальный символ Колумбии. Считается, там видов этих растений насчитывается больше, чем в какой-либо другой стране мира.